На ужин у нас будет печень куриная. Сейчас ее режу, разделяю, а затем режу на полосочки вот такие вот. Порезала полукольцами тоненько лучок и чесночок. Обваливаем все в муку и обжариваем в раскаленном масле. И обжариваем пару минут до золотистого такого цвета. Перекладываем все в кастрюльку, а в это время обжариваем в этой же сковородке лук, обваленный муки. И как только лук подрумянился, добавляем наш чесночок. Еще минуты две и выключаем. Готово. Все прикладываем в кастрюльку к нашей печени. Затем добавляем лавровый лист, перцы, ну здесь смесь перцев, соль. Заливаем кипятком, ставим на огонь и варим до готовности. Минут двадцать пять. Собираюсь гулять, пройти. Перед тем, как пойду гулять, уже подготовила, сейчас быстро сделаю фарш на котлетке. Еще мне понадобится луковица, яйцо, капуста, самый главный ингредиент. И рыбка, филе. Капусту натираем на крупную терку. На мелкую терку трем лук. Ну а это рубим. Очень мелко рублю ножом. И все быстро смешиваем. Это будет у нас фарш на котлетке. Натерла капусту, а теперь хорошенечко вот так ее обжамкаем. Она будет мягче, намного мягче в готовке. Поэтому хорошо жмем. Фарш уже нарубила. Его тоже нужно хорошо отбить. Натерла лук. Добавила одно яйцо, соль, перец. И теперь очень хорошо все перемешиваем. Все, фаршик готов. Печеночка варится. Ей еще минут 15. Я сегодня одна на прогулочку. Женечка обленилась в край. Ей даже лень уже выходить за своими вкусняшками. Потому что она на той стороне. Она на той стороне. В магазинчике. В магазинчике продают ее любимая мороженка. Она даже за ним перестала ходить. И хитренькая попросила меня ей принести его. Представляете? Мороженое. Донести. Правда, я с собой взяла сумочку. А в нем такие вот что-то охладительное. Не знаю. Коты нарыли себе ямки. Не знаю, донесу я его или нет. Но постараюсь. Заказала, значит, должна заказ выполнить. Сегодня у нее день тюленя. Она целый день смотрит свои сериалы. На диванчике. Играет в игры. В телефоне. Там у нее специальные игры закачаны. По-моему, две игры. Одни шарики. А другая нарды. Кто в домике живет? Никого. Так что... А я сегодня молодец. Работала до обеда. После обеда спустилась на бассейн. Наплавалась. Ручки-ножки болят сейчас. Приготовила еду. Не совсем приготовила, а наполовину. Печень сделала. И фарш замесила. Это у нас ужин будет. Единственное, кашку сварить надо. Додумала. А, я думаю, откуда этот звук такой? А это аптека. Не аптека, а библиотека. Кусочек. Все-таки ее демонтируют, да? Что тут у меня сирень? Не разописала. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, ты ласковая. Мне кажется, ребята, она ищет себе хозяев. И вот каждого зазывает и показывает, какая она добрая, ласковая кошечка. Хочет найти себе хороший хозяев-то. Бедная, ты красавица, ты зеленоглазая какая. В общем, не знаю я. Ну, давайте играться хочет. Так, сирень моя не расцвела. Здесь нет еще бубочки. Не раскрылись. В общем, не знаю, с чем печень будем есть. Сейчас, подожди, я репортаж закончу, тебя поглажу. Иди. Либо картошку думала отварить. Просто не пюре. Что такое? Просто. Картошечку. Вот. А потом чего-то передумала. И надумала кашку. Наверное, ячневую. Тоже будет очень хорошо, да? С подливкой. И с печенью. И салат хочу. Салатик кто-то не убрал. Какатульки. Какакульки не убрали. Ребята, вот она. Вот она. Вот она. Ой, какая красивая веточка. Я ее нарекла сиренью. Естественно, она не сирень. Что-то такое, но очень красивое. Ностальджи. Ой, сколько ее здесь. Какая красота. Стрекоски, кстати, здесь летают. Ты тоже красивый. Не обижайся. Вот что-то беленькое тоже цветет. А тут какие кушурли хорошие. Слушайте, здесь можно целый букетик себе сделать. И вы не представляете, как она пахнет. Конечно, не сиренью пахнет. Ой, ну чем-то таким приятным. Акация. Жасмин. Как-то все вперемешку. Такой запах приятный. Может быть, китик себе соорудится? На обратном пути, если не забуду. Вот еще салатом не определилась. Какой салат сделать? Ой, хочется все и сразу. Потому что я голодная. Сегодня еще ничего не ела. А уже вечер. Здравствуйте, парень. Или редиску, огурец, сметана. Либо просто помидор, огурец, сметана. Не знаю, не решила еще. Вот парень правильно идет. Видите, идет, идет. А потом нагинается и дотрагивается до своих носков. Ох, какой молодец. Зарядка для плоского живота. Удот. Интересная птица. Кисонька сегодня на балконе. Только одна. Второй не вижу. Трыхнет. Это акация. А это урожай акации. Сколько мусора от нее. Такие стручки. Слышно вам? Попугайчики раскричались. Зелененькие. Вон они на верхушке дерева сидят. А это так тарахтит. Тарахтулка. Мы в детстве. Наподобие такого у нас тоже в детстве было. Находили мы и игрались в тарахтелке. Ну что, пришлось мне возвращаться. Хочу заснять попугайчиков. Ой, какие. Ой, какой ты крикливый. Что с вами не так? Смотрите их, сколько здесь. Целое дерево на верхушке. Здравствуй, Кеша. Что-то у них какие-то разборки вечерние. Базар-вокзал устроили. Ой, целый слет. Ой, что-то не поделили. Явно что-то не поделили. Шуму навели. Ужас. Так, оставим их в покое. Идем. Мне тут уже совсем немножко осталось до супермаркета дойти. Посмотрим, что сегодня супермаркет нам предложит интересного. и самое главное не забыть о Женечке мороженое взять. Я чего-то не хочу. Думала и себе. Нет, передумала. Не хочется мороженого. Ужас много. Здравствуйте. Здравствуйте, Пираньи. Сколько у вас здесь? Здесь. С улицы заходишь. Здесь так прохладно. Даже холодно. И запах плесени, конечно, очень сильный. Здесь есть оптика. Женский салон. Аптека. Ресторанчик. И что еще? Обменник. Фотостудия. И супермаркет. Так, сегодня у нас на скидке манго, помидорки, мандаринки, да? А, климантин. Климантины. Помидорки какие хорошие. Небольшая скидка. Дыни. Что еще? А, я этот еще виноградик не пробовала. Этот очень вкусный. Ммм, сучный. Вкусный. По колеи. Какая красивая, да? Яркая, красочная. Чего только здесь нет. Так, яркая, красочная. Ммм, ничего, ребята, ничего нового. О, нет, подождите. Это вот, фу? Чуть не сглазила. Нутелла. Это что, печенье от Нутелла? Маленькое. А, это что? Киндер. Что-то киндер. Три пятьдесят. А сколько штучек здесь? Может, мне и Женечки, а? Мы же... Ой, что-то яблочное порублю. Ментол и яблоко. Мамочка. Может, попробовать, а? Так, я посмотрела в этом киндере три штучки. Одну Женечке, два мне поделили. Ой, крупы больше нет. И горох заканчивается. Мне надо подумать, не горох надо, а горох. Что я буду с горохом делать? Хотя можно было, да, сегодня гороховую кашу сделать. И вот, как раз к этой подливочке. Ммм, ну ладно, у меня еще время есть обдумать. Завтра, девочки, мальчики, завтра мы идем с Женечкой на бранч. Бранч необычный, вечерний бранч. В основном бранчи только днем, а это вечерний бранч. Боже мой, сколько всего здесь интересного. Яйца перепелиные в воде. Джакфрут, да? Да. Тоже в воде. Боже мой, каштаны. Это тайское все. Здесь отдел тайский. Южная Корея, мексиканский и российский. А нет, еще филиппинский. О, сколько филиппинского. Аж по две стороны. Если бы еще знать, что, куда, кому, рисовую бумагу все знают. Это, да, рисовая лапша тоже знаем. Готовим очень вкусно. Вот так что, крисперол. Для чего-то же я не надо. О, это наши с Антушеком любимые соуса. Карри соус. Зеленый наш самый любимый. Обалденная вещь. С кредками. Да чем угодно можно делать. Это филиппинская. Они любят тоже очень много чего-то. Виннигер. Очень много разных у них уксусов. Боже мой, с чего только не намешано. Даже уксус с чесноком и с перцем. Уксус из тростникового сахара. Тростника, вернее. Матенька божья. Ну и лапши у них тоже очень много. Рисовая. И вот такой вот я пробовала. Она невкусная. На вид она похожа на нашу, да? Как вроде бы... Ой, такая вкусненькая яичная лапша. На самом деле. Обманка. По чесноку я не знаю, что нам надо с Женечкой. Когда-нибудь попробую этот рис. Он уже готовый рис. Его, по-моему, только проткнуть надо. Немножко дырочку сделать, микроволновку поставить. И говорят, очень вкусная вещь. Почти 11 рублей стоит коробочка. Меня уже начинает мурыжить. Понимаете, мороженого я не хочу. Я себе надумала, придумала, что я хочу себе что-нибудь сладенького. А что? Ой, помните? Брала как-то вот... Ой, очень вкусная, правда. Это очень вкусная кашка. Я ее брала за 2 рубля. А здесь на скидках. А сейчас она из скидок 21. Финики. Фиги. Не хочу, я хочу печенье. А где печенье? Подождите. Здесь соки детская. Тут это... А нет, это шоколадки. Ой, здесь тоже что-то промышлен. Но цены... Цены мне не нравятся. Ну, зайдем посмотрим. А вот что-нибудь найдем вкусненького. Хочется чего-то такого эдакого. Еще такого, которого еще не пробовал. Ой, какие-то сердечки миленькие. Я знаю точно, оно очень вкусное, это печенье. И, кстати, дешевое за 2,50. Потому что, наверное, оно химозное, да? Из чего оно сделано за такую цену? Здесь еще есть пару 50. Я боюсь представить тоже, из чего оно сделано. Вот, блин. Ну, а как по-другому? А по-другому вот 18, 30, 17, 20. Вот наш отдел, который ты можешь хотя бы посмотреть и позволить себе купить. Не жалко. Даже если оно невкусное будет, попробовал и выбросил. А это уже купил уже, даже если оно невкусное, за такую цену придется есть, давиться. Так, ой, когда-то мне нравился этот принц челка. Было дело. А еле отучила себя. Ой, что-то шотландское печенье. Так, все что ли? Одно печенье и все? Я уверена. Потом же буду... Ой, будут еще какие-то кренделя. За рубль 75. Маленькая, большая. За 3,25. Может, большую взять. 3,25 все-таки. Потому что я знаю, я открою, и Женечка будет лопать их со мной. А вдруг они вкусные, и мне не хватит. Ой, смотрите, макароны. Сколько их здесь штук? 90 грамм. 24 дирхама почти. О, что это за макароны? Ой, от рыбного отдела немножко не очень хорошо пахнет. Так, ну все это, по-моему, этот отдел и все, и домой. Ну, мало чего-то сегодня. Ну, подождите, я еще не закончила. Так, мне нужно молоко. И столько продукции из курицы. Даже в таком ведре. Мне кажется, они уже готовы, да же? Или нет? Или полуфабрикат все-таки? Первый раз вижу такое в ведре. Чего только здесь нет. Так, а где мой? Мой отдел. Куда делся? Так, мороженое, 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 чтобы не забыть истинную таможню на мосту. Ой, как я соскучилась по тем временам, когда у нас бабулечки сидели на лавочках под домом. И только бабулечки, и мамулечка моя тоже сидела иногда. Там с подружками, знакомыми с дома. Разные возраста сидели. И дедулечки сидели. Так мило было. Так все по-доброму было как-то. Жалко. Не вернешь уже, мне кажется, того времени. Молоко, пепси. Это то, что я купила. Алекса у нас на подхвате. Открывает, закрывает шторы, когда мы захотим. Так, редиска. Кориандр. Это у меня на котлетке. И из вкусняшек. Ребята, лотос печенье. Очень вкусное. Мне кажется, самое лучшее печенье. Лотос. Это что-то из новенького. Попробовать. Но оно два раза, по-моему, дороже, чем это. Или даже два с половиной раза. Но оно очень вкусное. Если не в три, подождите. Лотос компания знаменитая. Это тоже дешевое. Но очень вкусное. Индийское печенье. Какая-то компания Американо. А, нет, подождите. Британия. Британия американские. Не знаю. Мне кажется, все Индия. Это какая-то вкусняшка за рубль. И нам Женечка за 3,50. Что-то киндерское. Попробуем к чаю. И фарш получается такой вот жидковатый. Видите? Поэтому очень нежненькие котлеты из-за этого получаются. И сочные. Сильно прям не формируем. То есть, такой слегка нежненький колобок делаем. Обмакиваем в муке. И быстро на сковородочку обжариваем с двух сторон. Ну, все. Печень готова. Такая вот подливочка получается. Обалденная, ребята. Это так вкусно. Кашка варится. Ням-ням. Кашка почти готова. Ячневая. И котлетки дожариваются. И салат сделала. Планировала со сметаной, но передумала в последний момент. Не знаю, мне захотелось такого вот с чесноком, с луком. Огурец, помидор. И пахучее масло с укропом. Обожаю этот салат. И хлебушка черненький. Котлетки готовы. Теперь только осталось украсить его. И зеленый лук, и кориандр. Посолить, поперчить еще немножко, наверное, надо сверху. Огурец, и ничего. Огурец, конечно. Все. Теперь можно подавать на стол. Так, ну что. Наш стол готов, ребята. Пионерский лагерь Артек. Почти. Итак, ячневая кашка, как в детстве. Я еще немножко, когда кашу ложила на тарелку, я еще немного добавила сливочного масла. Ну, прям чуточку. И вот поверх налила эту подливу с куриной печенью и с луком. Лука уже практически не видно, потому что он развалился. Поверьте на слово, это очень-очень вкусно. Котлетки рыбные с капусткой. И салат обалденный, ароматный. И у Женечки кашка. Хлебушек. Ну, соль и перец. На всякий случай. Боже мой, какая я голодная. Ждем Женечку. Она поставила как раз фильм на паузу. Ждем Жеку и начинаем нашу трапезу. Мы решили, что нам маловато будет. И с таким шикарным ужином нужно чего-то, да? Нужно чего-то такого интересного забить это все. Пиво в самый раз подойдет. Так что по бутылочке пивка откроем. Ой, я хочу все. И котлеты, и кашу. Я, конечно, не знаю, как я это все осилю. Я, наверное, сильно голодная была. Поэтому такую огромную порцию насыпала. Ой. Эти котлеты очень вкусные. Я знаю, они обалденно вкусные. Они даже вкусные завтра и послезавтра будут холодными. Ждем Женечку. Женечка, давай быстрее. Давай быстрее. Уже не могу. Не могу. Хотя бы хлебчик и что-либо макать. Макалка очень вкусная. Это моя самая любимая. Ребята, приготовьте. Если кто не готовил, приготовьте. Вам обязательно понравится. Вы будете готовить это блюдо каждую неделю. Очень вкусно. Ждем Женечку. И пиво. Холодненькое, с пенкой. Пивко. Ты, Васик. Ну, теперь все. Теперь уже точно. Приятного аппетита нам. Все. Обалдеем. У нас здесь такой распорядок. Как на корабле. Кто готовит, тот и убирает. Женечка тюленя делает. Сериальчик свой смотрит. А я кухню драю. Сладкий стол после такого шикарного ужина. Чаек и печенюхи. Скрыли яйцо. В одной половинке игрушка. Поиграемся. Ложка. А вот в другой половинке. Вот такая вот что-то. Еринбестика какая-то. Белый шоколад и шарики. Ну что ж. Мини. Размер просто. Чайная ложка. Посмотрите далее.